Всем привет, с вами Евген, и это снова карты, да, но на этот раз всё не так просто, как вы помните, в прошлый раз я выбил очень ценную карту, которая поможет нам выиграть выживание плюс, к сожалению, это не все карты, я сейчас полчаса сидел, пытался выбить ещё одну превращение козыря плюс, которая, как я понял, даёт, ну, больше, больше козырей превращений, но... А её не то, чтобы сложно выбить, просто я сидел полчаса, и что-то мне уныло стало выбивать карту эту, ну, нужно применить 15 козырей в одном раунде, то есть я должен вот до победы над чуваком применить все 15 козырей, и это дико сложно, потому что на стол можно выложить только 6, и... ну, просто вози немного, это очень долго делать, я подумал, что... Попробуем без этого справиться, я думаю, что без превращения козыря в плюс как-нибудь сможем. Вот что у нас появилось, это абсолютное вытягивание, что оно даёт? Мы получаем, во-первых, идеальную карту плюс 2 козыря, плюс 2 козыря, и это... это большая разница, это очень сильно скажется на ходе боя, потому что козыри, в принципе, решают всё. Я хочу очень пройти выживание плюс, вообще, хоть как-то, не подвергшись пыткам, это уже второе. Победите особого гостя, я очень хочу увидеть, это, скорее всего, выживание плюс будет, я очень хочу увидеть особого гостя. И особого гостя 2 раза, мне очень интересно, значит, что это даст, как это будет, и... если вы любите карты так же, как я, можете оставить палец вверх, так же добавляйте, конечно, друзья, вконтакте, подписывайтесь на меня здесь, на ютубе, ну, и в группу ВК добавляйте, все ссылки в описании есть. Что же, давайте продолжим выживание плюс. Господи, эти карты не надоедают, то есть... Знаете, обычно, обычно я не могу играть в игры столько раз на повторе, то есть в какой-то момент тебе просто скучно становится карту. Не знаю, они магические, я не могу оторваться, серьёзно, я не могу оторваться. То есть, мое утро начинается с того, что я сажусь играть в режим карты. Блин, 21, без разницы. Могли бы назвать его режим 21 карты, мне кажется, так было бы лучше. Что же. И, кстати, название этого испытания, может ли боль сделать тебя умнее? Здесь нам не нужно не терять пальцы, как в прошлый раз мы с вами играли, и, в принципе, смогли победить, и, господи, я был так рад, серьёзно, это... Это такая радость, такое счастье, когда ты играешь много часов и, наконец-то, побеждаешь. Как в Дарк Соулзе босса убить? На этом, кстати, Дарк Соулзе основывается, что ты играешь много часов и... Давайте, карту мне скидывайте. 8. Я сейчас рассчитываю так. Если у него 11, то у него будет 20. Значит, нам можно сейчас ещё заказать карту. В принципе, в начале не страшно, я бы сказал, даже рисковать, потому что можно перезапустить игру и, скажем так, снова попробовать. Потому что тратить козыри в самом начале игры, в принципе, ну, ТР можно превращать... Ну, давайте превращение замутим, посмотрим, что нам выпадет. Просто тратить козыри в начале игры, это немножко стрёмно. У нас есть, кстати, идеальное вытягивание плюс, просто идеальное вытягивание, абсолютно. То есть, у нас целых три карты, которые, ну, практически приносят победу. Рискнуть? Нет, у нас пятёрка на столе есть, но, может быть, выпадет сейчас что-нибудь доброе. Оп. Нормально, всё, теперь давайте рискнём, потому что у Хоффмана обычно вот в начале игры... Всё очень просто и редко, когда у него там 11, что-то годное выпадает. Чёрт возьми. Нет, я в такой не согласен. Я знаю, что я не должен этого делать, но я это сделаю. Ты не обыграешь меня, Хоффман. Что же, наша цель сейчас вообще победить в выживании плюс, так как это оказалось сложнее, чем я думаю. Я всё равно по-самому. Спасибо. Нет, я не буду пить воду. Что, у него может быть 11, кстати? Хе-хе-хе, нет. Ну, могло быть, но не оказалось, так что... В итоге мы победили. Скоро выходит DLC к Watch Dogs, на этот раз с нормальным сюжетом, потому что то, что с Тибоуном выходило, мне вообще не понравилось. То есть, просто на грузовике съезде и там ещё какие-то кооп-миссии. В общем, нормальный сюжет на DLC выйдет 21 февраля. Будем играть, может быть, на день раньше, если повезёт. Но 21 февраля точно ждите на канале потрясающее новое вкусное DLC к Watch Dogs. Очень хочу сыграть, так как... И будем играть на PS4. Я знаю, проходил Watch Dogs 2 на Xbox One. И это, конечно же, ну, не всем зашло. И я понимаю, что там графика хуже. Чёрт возьмём, знаете, это немножко стрёмно сейчас становится. Ладно, рискнём. Просто козыри тратить... А, чёрт возьми. Игра просто заставляет тебя тратить козыри, правда? То есть, понимаете, откуда я знаю, какая у него там карта? Из-за этого я и рискую. Потому что можно пасануть, но... Откуда ты знаешь, что у него там может быть за карта? То есть, у него может быть 11. Чёрт возьми, могли не использовать... Могли не использовать 27. Могли не использовать. Ну ладно. Главное победу. Потому что козыри дают дофига. Левко набрать 15 штук буквально там за 3-4 вот захода. Я пробовал. И это набирается без проблем. В принципе, жадничать тоже плохо. Козыря. Вообще, превращение в плюс, если бы было, может быть, оно бы и хорошо было. Больше бы получали. Ну ладно, рискнём так. Попытаемся победить. Хотя, может, я зря полегался. Забейте что-то. Я слишком много задаю вопрос сам себе. Пора забить на это. И просто действовать. Чёрт Хоффмана. Вот откуда мы знаем, что у него нет десятки. У него 11 лежит. У меня 9. У него может быть 10. Может быть... У него может быть 20. Хотя, обычно, в начале игры у него 21... Ну, нету. Хотя, он что-то кинул вот этот бет. И меня это напрягает. Обычно, когда он кидает бет, у него там может что-то удачное быть. Ну, давайте кинем плюс 2. Ну, что мы теряем? Ничего. Мы только приобретаем. Давайте рискнём. Посмотрим. О, щит. Ну-ка, что тебе... О, единичка выпала. Ну, Хоффман с такими картами побеждает. Ещё. Значит, у него не 11. Хотя, хрен его знает. Если сейчас у него 11, то будет 18. У нас 15. Меня напрягает такое положение дел. С другой стороны, у нас нету ни цель 24. Ну, у нас есть щит, если что. Я могу его бросить и, как бы, прикрыть своё... О, нормально, пятёра. Пятёра мне нравится. По сути, ну всё, он проиграл. То есть, тут 100%. Даже если 11, то он проигрывает. У него 7-ка была. Ну, в принципе, нормально. Главное, победитель. А уж каким раком, это не важно. Ещё хочу сыграть несколько инди, так что ждите их где-то сегодня на канале. И небольшой вложек. Давно была пора. Он давно был запланирован, но что-то я засиделся в резиденте. Такое бывает. Что у него может быть? 11. Да вряд ли. Хотя, если у него 11, ему крупно не повезло. 9, 8 и 7. Нет, 6 может быть. Значит, если у него 6, то у него 21. И мы в пролёте. Мы хотим быть в пролёте. Ладно, тут один удар толком. Ничего страшного. Ничего страшного. Лучше сэкономить. Ха, повезло. Тут часто разрыв на единице. У него 18 или я 19. Это ещё одна громкая победа. Что я ещё усвоил, нужно идти медленно. Лучше не спешить. То есть, побольше козырей лучше в самом начале игры набрать. И с козырями уже проще потом действовать, естественно. Туда же можно подставиться пару раз. Просто ради козыря, чтобы побольше карт набрать и с ними получить вероятность большего выпадания козырей. Хм, у тебя может быть 10, Хоффман, а ты победил. Но кто же его знает. У меня 11,8. Ну-ка, давайте поставим. Не 10 у него. Может быть 9, нет, 8, не может быть, 7, может быть. О, чёрт, что я сделал. Ладно, ладно, всё ради козыря. Семёрки у него нет, мы это пусть узнали теперь. Зато мы получили козырь, так что я думаю, будет честно киро щит. И зато мы получили козырь, понимаете, в этом и смысл. Немножко подставиться сейчас, чтобы потом было проще. Но он победил, но мне ничего за это не будет, я же щит выложил. Так что, Хоффман, ты лов. Знаете, эти мешки действительно имеют значение. То есть, от мешка зависит то, как он действует. Разные мешки действуют по-разному. То есть, мешок с руками, там одни действия. Я точно не помню, кто как действует, но в принципе, когда я их вижу, какие козыри они начинают кидать, я начинаю понимать. То есть, вот этот чувак, он самый неудачный. Посмотрите, первые два, самые лохи. У него может быть там девяточка, но вот кто его знает, сейчас посмотрим. Ха-ха, победа. Против тяжелых, вот против них бет хорошо кидать. Есть несколько Хоффманов, которые щиты, например, не выбрасывают. Против них можно кидать баф и сразу их убивать буквально за один раунд. Врубать им десяточку и как бы все, победа твоя. Как думаете, просить карту не надо? У нас есть цель 24, если что, я всегда могу ее использовать. Уничтожение тоже лучше беречь, потому что здесь смысл уничтожения использовать. У, козырь. Ух, десятка выпала. Ну, обмен я бы сэкономил. Цель 24 вообще вначале и цель 27 можно использовать. Единственная карта, которой мне, кстати, не выпадало, это стремление к чему-то. То есть, есть карта стремления к К. И она, по-моему, выпадает только где... Самая первая, самая первая, вот с одной, только там. Ну-ка, давай поссанем, посмотрим, что он приведет. Тоже пасуешь? Что же у тебя там такое? Ну, проиграл. Ну, да, да, конечно. То есть, кто бы ожидал чего-то другое в первом раунде? Итан Моздай тоже у нас ждет, дожидается и поиграть у него хочется. Я все боюсь просто поиграть, потому что я чувствую, что это надолго меня затянет. Хотя, если играть медленно, то там можно пройти. И я видел, как довольно быстро проходит, буквально минут за 15, там можно все пройти. Главное, чтобы повезло, посмотрим, сколько у него может быть. Ну, 11 даже, если у него, то это ничья будет, так что... Не имеет смысла, не имеет смысла карты использовать. Тебе опять не везет, Хоффман. Я думаю, удача у твоего персонажа не вкачана. Может, ему нравится называть их всех Хоффманами. Друзья, кто-то спрашивал, а почему они все Хоффманы? Вроде как разные люди. Но голос у них один. Так что сложно сказать, может, это клоны какие-то. Амбрелла же занималась клонированием, занималась. Хотя Амбрелла тут, в принципе, нет в игре. За исключением вертолета Криса Редфилда. Но ничего, вот в марте выйдет бесплатное дополнение. Узнаем уже про Криса и вообще узнаем, как все вот это связано. Потому что мы же помним, Крис Редфилд прилетел и не совсем все это понятно было. У нас есть щит, если что. Да, если что, можно даже подставиться было бы. Козырек. О, немножечко привнесили, но зато пузырек. Ну, цель 24 есть? Нет, а если найду? Не найду. Может быть щит поставить? Ну, то есть, щиты пригождаются, и может быть здесь даже лучше уступить. Давайте уступим, давайте уступим. Щит лучше потом применить, когда это реально серьезно будет. Да, Хоффман, ты мне дал козырь, ладно. Я расплачиваюсь за козырь в таких локасах. Отставляясь. Оп, козырь. Прикольно, если бы тебе наносили урон, ты бы получал больше козырей. Мне кажется, это было бы приятнее. Еще сколько же тебе надо. Он сразу щит бросил. Но у него перебор, чуваки, мы сейчас можем постануть. С другой стороны, мы можем девяточку сейчас взять, и получится 21. Давайте возьмем девяточку, просто с ней козырь может выпустить и все такое. Видите, не зря. Оп, как раз и девятка, и козырь. Огромное спасибо. Вот так это и должно работать. Посмотрим, видите, козырей у нас полно. И обменов две штуки, и идеальное вытяние. Абсолютного, правда, еще нет, мы не дали. Хотя у меня... О, абсолютное, вот оно, вытягивает оптимальную карту из колоды. А, то есть заменяется обычное вытягивание. Видите, оптимальную карту также вытягивает два козыря. А козырь, как вы знаете, навезу. Ну, к сожалению... Да, я победил, но... Не будем тратиться на него, не надо. Не надо, ну, там, выбивать карту уничтожением. Это не имеет смысла. Лучше, наоборот, потянуть время и побольше с него высосать, скажем так. Надо сейчас, как самка богомола, максимум высосать из своего самца. Эй, самец, хватит щиты кидать, ты задолбал своими щитами. Мне очень жаль, кстати, что я в форона пока поиграть не могу, не получается зайти в игру и засесть. Хотя один мой друг очень хотел со мной сыграть, но мы сыграем. А насчет стимов тоже пока ничего вообще неизвестно. Мне не отвечают. И... Как бы все это грустно. Но я думаю, в какой-то момент китуб все-таки... Ладно, плюс два мы не можем использовать. Может, пассануть? Ну, у него может быть одиннадцать. Хотя нет, если у него одиннадцать, он проиграл. Девяточка может быть? Ему девятку нужно, чтобы двадцать одно обрать. Нет, не может. Восьмерка может быть? Может, тогда у нас обходит, конечно. И вот это уже неприятно. Хе. Это тот сложный момент, когда ты не уверен. Хм, что же делать, как же быть? А обмен карт нам не поможет? Ну, можно щит бросить, на самом деле. Потому что тут уже два, это немножко больно, я бы сказал. Два, это уже неприятно. Давайте щит поставим. Два, это неприятно. Рисковать не хочется. То есть очень много набирать заряда тоже в начале игры. Да, выиграл Клэнси, но, к сожалению, никто ничего с этого не получит, кроме козырей. Кстати, а мне интересно, максимум козырей-то какой? То есть максимум это инвентарь получается? То есть, например, у меня сколько места в инвентаре? По-моему, слотов 24, наверное. Сейчас посмотрим еще раз, на всякий случай. 4, 8, 12, 16 и 20. Максимум 20 козырей я смогу взять. Ну, дальше, как я понимаю, не возьмется никак. Так, что немножко грустно, хотя не нормально. Че уж там грустить. Плицель 24 у нас есть, да есть что? 5 мей. Троечка выпала. Мне кажется, пора уже щит у него выносить, чуваки, потому что это все может затянуться очень так надолго. Если мы будем вот так вот дальше. Давайте пятерку выкинем, чтобы уже победить. У него пятерка, ясно, у него 18. Ясно. Я вас понял, гражданин, я все понял. Можно, кстати, сейчас 20-ку сделать, мы его обыграем тогда. И 20-ку и уничтожение. Хотя, не, не надо уничтожение. Давайте попробуем дальше играть от дефа. То есть, ни мне, ни ему. Да, победил Клэнси, но мы ничего не получаем. Кроме козырей, конечно. Почему я сейчас тяну? Почему я не иду на победу, не использую, например, уничтожение? Я тяну, чтобы побольше козырей надыбать. Потому что место у нас есть, и козырь это хорошо. И понимаете, он легкий соперник с другими. Так вот так тянуть не надо. С ним можно. Потому что, как видите, он нам урон не нанести, в принципе, не способен. Учитывая, что у него удача просто на нуле. Ну, вероятно, способен, конечно, но вероятность все-таки мала. Нам это все на руку, конечно. Давайте посмотрим. Может быть, все-таки идеальное вытягивание используется? Хотя странно на таком противнике. С другой стороны, я сейчас боюсь тянуть шестерку. Так как шестерку может и не выпасть. И это уже будет грустно. Но мы с другой стороны обмен можем устроить. Семерочку поменять на любую. Единичка. Ну-ка. Так, если мы сейчас семерку поменяем, уже будет не то. Уже будет не то. Хотя мы можем... Не знаю, может поменять семерку и кинуть уничтожение. Но мне кажется, это тоже плохой вариант. Просто если у него там 10 или 11, то нам как бы хана. Если любая, у вас вообще восьмерка даже, нам тоже хана. И вот меня это сейчас напрягает, что мы можем пожадничать и жадность как бы ни к чему хорошему не придет. С другой стороны, тратить козыри сейчас, когда их можно потратить потом. Учитывая, что у нас вообще отличные козыри. И в принципе, с абсолютным вытягиванием. Это у нас еще плюс получается 4 козыря просто в инвентаре лежит. Понимаете, у нас 2 абсолютных вытягивания. Это буквально мы можем умножить эти козыри и получить 4 штуки. Хм, даже не знаю, как поступить. Ну, давайте я скинем, черт возьми. 11 выпало, офигеть. Так и знал. Я чувствовал, а что, посмотрите, сколько карт. Просто весь стол завалил картами в библиотеку. Мы можем возврат сделать, но давайте пожертвуем еще. Я думаю, даже 2 заряда это не страшно, потому что там потом цифры большие. То есть, я думаю, тут подставиться можно. К тому же, если мы выиграем выживание плюс, мы, скорее всего, получим какой-то бонус. Какие-то карты за убийство особого гостя, который, скорее всего, в конце будет. Я, кстати, не сплелил себе, не хотел узнавать заранее. Будет ли особый гость в конце или нет. Чет, возьмем. Мне кажется, Хоффман уже серьезнее начинает играть. Сметь и бет кинул, и вообще-то по-серьезному поступил. Двоечку возьмем, чтобы была двадцатка. Потому что семерки у него нет. Двойки у него нет. Ну, у него семерки быть тоже не может. Значит, он победил. Победитель по жизни, значит. Давайте удалим все козыри. Наконец-то Хоффмана отправим к праотцам. Он что-то надоел уже. Мне кажется, у нас достаточно козырей. То есть, у нас пока получается просто игра в ничью. Мы все время, по сути, выигрываем. И ничего не происходит. Давайте уже перейдем к действиям. Опять же, не будем спешить. Опять щит бросил. Да чувак, ну ты со своими щитами уже просто задрал. Ты хочешь играть по жесткому? Ты хочешь жестко, Хоффман? Ты хочешь, чтобы я тебя дербанил? Ну, получай. Плюс два. Нет, ничего не стоит. Все, это Хоффман. Пока. О, не успокаивается. Сем... Что? Но он удалил все свои карты щит. Хоффман, ты задрал уже. Мне что, использовать вот это уничтожение? Ты меня вынуждаешь, Хоффман. Ты понимаешь, что все серьезно? Ты мне надоел. Я больше, я больше не хочу так играть. Мне не нравится такая игра. Получай уничтожение плюс, засранец. Задолбал. Он берег тут козырь специально, чтобы меня выбесить. Он берег его. Всю игру, чтобы меня висить. Все, Хоффман, прощай. Ты свою задачу выполнил, ты мне козырей дал. Евген, садист. 20 минут валил первого чувака. Ох, Евген, что ты такой долгий, а? Зачем ты такого мучил? Специально. Специально, чтобы ему было больно. Зато дальше будем валить быстрее. Превращение козыря, отлично. Моя любимая карта. Почему? Я люблю козырь превращать. Знаете, как метаморфоза бабочки, то есть их завораживает. Просто превращ... Оп, уничтожение, опа, троечка. Все, все хорошие карты. Ну, плюс два, конечно, такое. Дай, кидай. Этот парень тоже, кстати, ягненок. Я бы не стал его особо бояться. Он, правда, любит умножать атаку, поэтому ему лучше не проигрывать. Это тоже... Это вообще любитель множителей. Ммм, мне может выпустить что-нибудь злое сейчас. И вот это мы не хотим, конечно. Вот злую карту сейчас вообще не хочется получать. Хотя девятка... Ну, десятка, одиннадцать злая. Все остальное нам, в принципе, зайдет. Ну-ка. Семерочка тоже заходит. Рабочая, рабочая карта. У него, может быть, восьмерки быть не может. То есть, победить он не может. Семерка, может, у него восьмерка на столе лежит. У него, может быть, девять, что даст ему перебор. У него, может быть, шесть, что даст ему девятнадцать. Нет, шесть у него тоже быть не может. У нас шестерка, пятерка. В общем, ну, он проиграл по-любому. то есть здесь использовать я бы не стал ничего может быть плюс два раза учитывая что эти карты плюс 2 обычно дает другую плюс 2 что самое забавное давайте еще обмена отлично сразу минус 5 тоже по софту я думал сейчас сим как раз хорошо просто тот парень который щиты кидает по моему использовать вообще вас полезно ты можешь после всех слить на то что он возьмет скром так нафиг пошлет и у нас эти нет карт с цифрами плюс вот у этого парня не есть он постоянно все плюсы и это естественно неприятно зарядить как думаете и шестерка есть нет шестерки у нее нет то есть победить он не может пятерка может быть может у него может быть 20 для с опасное число 20 мы 20 не хотим увидеть возьми а дать ему перебор устроим посмеемся над ним что скажете просто единицы если выпадет единицы на это рискованно я не хочу мне мне так не нравится нажать последнюю открытую карту противника давайте вот такое устроим такое и пассанем оп х перебор парень сам сел сам себе сейчас все испортил давайте добьем этого засранцы идеально вытягиваем добьем его ну хоффман будешь что-то делать нет а у я щитов нет я забыл что не умеешь считали обращаться как я сказал пошло быстрее у нас уже соперник почти за 2 минуты что можно сделать за две минуты сварить макароны убить хоффмана отлично даже не шутка это просто факты понимаете сливки шоу на канале евгений русич вы узнаете что там цель 27 отличная карта я бы за такие карты душу а те это давать душа еще может пригодиться слышали кстати про синий кит ребят такая игра на выживание ужасная вещь вообще что я не понимаю даже что это за садист придумал эту игру синий кит это безумец вообще шальной что зачем это надо кому это надо просто убийца какой понимаете он убивает детей практически ничем не отличается то что он делает от убийства только он не своими скажем так руками напрямую убивает как дети сами себя выбивают он имеет к этому прямое прямое отношение что естественно просто ужасно но я не хочу делать отдельное видео про синий кит потому что сказал я я не об этом я не об этом я канал не об этом синих китах дать посмотрим может идеале вытягивать как думать идеально вытягивание то есть у него может быть десятка тогда все не очень хорошо 11 тоже нехорошо остальные карту девятка может быть ну тогда в принципе тоже не очень все хорошо давайте идеальное вытягивание просто эти руки давайте эти руки просто уничтожен не знаю стоит еще бэд кидать посмотрим на его реакцию станет сейчас тоже не меня нет нет еще просят по но он пока не кидает козыри меня вот это на приглашение что он козырь не хочет кидать может быть даже не знаю может еще чтобы сделать то что руки а он может высытить немного козырей своими там пазарями у нас есть уничтожения пугать что он просто начнем машину честьчас мы козыри со 있어서 и может еще от еще кида ти боюсь просто боюсь то что мы сейчас козыри сольем я не знаю может у нее счетов кому нет уничтожения не помню только защита считает но он может от 17 поставить и с другой стороны тогда и уничтожение брошу давай давай тоже по сути начну проиграл скорее вряд ли у него там прощай хоффман еще две минуты еще один я бы сказал скилл приходит с опытом то есть здесь два фактора удача то есть у хоффмана не было 21 второе это все таки опыт и начинаешь понимать как хоффмана играют этот палм и щиты кстати любит кидать только уничтожение самый злостный это монстр он все время пытается тебя просто задавить числом для него вот карта обмена потребуется и карта возврата у нас они есть у нас они есть у нас целых три карты обмена и целых одна к сожалению карта возврата если девятка всегда можно безопасно брать вот даже десятка тоже можно брать потому что у него 11 берем еще у него 10 кстати может быть вполне вполне может быть десятка там серьезно чувак то есть ты сейчас не будешь пытаться вообще могли бы сейчас обмен сделать то есть тогда да можно было бы нет 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 обмен плохая идея у нас добыть 22 это вот не то что я хочу блин хоффмана напрягать начал давай-ка подумаем что сделать можно можно семерку взять можно давайте сделаем это давайте просто возьмем ее и бросим отлично и карту 6 получать отлично хорошо мне нравится больше умножения ставки к сожалению не откончилось санем щит бросил акта за сайт это это ты видимо щиты кидать с полосками парень с полосками на запомнить парень с полосками кидает щиты их просто так много что ты же забывать какой-то момент что кто делает я думаю может быть что-то еще применить против него нечего применять я думаю идеально вытягивание абсолютно этому парню везет большей степени а точно он еще и изучит в рот не клади опять обмен дали сразу сразу 20 серьезно мне даже козыри не дают получить в это кстати минус козыри не получается получается если сразу высокие карты выдают запросить то новую ну не можешь потому что это проигрыш то есть какой фактор того что не единицы выпадет я бы не сказал что он высок 15 ух значит 21 ты не наберешь уж эти как парень потому что шестерку тебя на столе значит только 20 только ничья получится можно идеально вытягивание сделать но откуда мы знаем что у него не один мы этого не знаем так что я бы не стал ситуации не пройдешь надо не стал 4 него два у него тоже быть не может парень ты все равно не выигрываешь но не выигрываешь нет мы ничего сделать час но как бы лучше не можем я думаю что и если все хорошо просто не трогай есть очень плохая при хорошо что я не использую идеально вытягивать да к сожалению это ничья кто-нибудь любит выдайте бэт плюс 2 к сожалению не выдают игра менее не щадит а десятками пока десятка столе позырь плюс девяточка интересно у нее двойка есть проверить можем не может здесь у него двойка тогда все не очень хорошо по сути конечно он пасует у него 19 у него 19 и мы не знаем плюс сколько у меня 8 у меня 17 сейчас пока что мы все проигрываем можно кстати тройку заказать тройк блин тройками на столе вот если двойку заказать тогда бы я был спокоен если двойку хотим двойка нам тоже четверку заказать а можно ли давайте так значит у него четверка скорее всего иначе вы четверка мне отошла у него четверка парня скорее всего или единица нет единицы бы а льдицу не черт у него может быть четверка хотя постойте если него четверка то то он победить не может тройку меня то есть хотя нет ну тут как ни крути он проигрывает то есть чтобы у него там не было у него перебор и он проиграл так что пасмарис наверно к тому же но у меня риск маленький он баф никакой не кидал а перебор парень ну сразу 8 зарядок давай хохман гори гори я службу не погас плюс 2 наконец-то бед плюс 2 выпал господи сколько можно как долго я потел ради как думаете кидать тройку кидать тройку не надо может быть рискнуть давайте не будем рисковать просто выкинь тройку у вас утром еще карта хоффман кашки повезло четверочку ну блин я бы я хотел эту четверку может быть я бы ее и получил опять пасуем мы пока не знаем сколько у хоффмана надо будет смотреть сейчас подождем просто пусть он еще повозьмут карте что проще считать позабирает повозьмет нет такого слова опять у него не получится 21 потому что семерка у меня мы победили ну или у нас под неважно посмотрим шестерка может может быть шестерку нас на столе или нет значит может быть не знаю призыва кидать нет я не уверен в победе не будем козырь почем зря терять как бы если мы победили то будет у него 9 так двойку да но у него не может победить все хотя у него может быть 20 у него может быть единиц мы этого тоже мы знаем пас у у у у у паш блин хоп он разъявился карт стал кидать дом не может победить хопом на тратишь иногда лучше делать ничего превращение козырь может использовать превращение и козыри превращаются нет пока еще не превращаются все хорошо хоп муж не боясь карта бросать хотя у нас есть в принципе карты типа 27 так далее диск для нас крайне маленький превращение показ храню нас хороший козырь и рискнуть изменить может что такое слабенького именно еще хочет тройка у него может быть 7 кстати может меня это пугает может быть опять идеальное вытягивание мы может двойку выйти миссии у него у нас двойки блин если двойки это мы вытянем скорее все четверку но это хороший способ узнать если у него двойка вряд ли вряд ли я думаю него постарше как обычно ему везет у него обычно там не лежит какая-то младшая карта абсолютно вытягиваем нас есть другие вариант кстати кроме абсолютного сожалению нет риск у него двойка отлично просто отлично у него двойка чуваки поздравляю мы обосрались зато теперь мы знаем что у него двойка можем успокоиться наверное тоже паста чувак плохая идея ну ладно 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 пора бы какой-нибудь козы это жадничай жадничай сам же говорил жадность плохо рынков пан ты бы помыл что ли от тебя воняет это весь черный я как-то в детстве на кой и вступил в цемент просто было интересно посмотреть что будет если вступить на бой в цемент это же всегда интересно то есть ты видишь цемента думаешь давай-ка я наступлю в него кто-то хрена рядом детской площадкой разливали цемент по-моему цементировали лужу или канаву или еще что-то я в нее вступил не она любит плюс 2 сэкономим не надо сейчас нам это не нужно я лучшая карта разменял потому что мне не очень нравится то что у меня в инвентаре лежит ну на самом деле не лучшие карты сейчас выпали такое такое я не очень доволен тем что нам выпадает мать есть десятка прилетит не не прилетел пасуешь значит у тебя может быть единицы тройки быть у нее не может четверка может быть черт возьми у него дайте проверим нее четверка или нет нет у него не четверка но мы победили у него шанс на победу пока 0 а то что я чувствую осталось противников 6 заметьте уго засрались так здесь надо быть осторожными чертова господи чертова рожа по-моему называется мистер большая голова если ничего не путаю спасибо огромное спасибо мистер большая голова я крайне благодарен вам за удачную карту не всегда с ним так везет конечно в начале кстати часто с ним везет я бы давайте испортим ему малину обычно ему везет на карту давайте ему малину испортик хотя он может из-за этого начать кидаться дерьмов меня обезьяним это уже будет это уже будет не то что мы хотим с другой строй кто не рискует тот не кидает козыри киним сразу 5 вас есть абсолютно вытягиваемый тип то к сожалению кстати нет символом могли очень многое сделать я пасу да против него лучше кстати по это не использовать как я понимаю он может все это уничтожить может ли у него быть час десять ну может кстати быть в любом случае мы не проиграем сейчас как бы как бы карты не упали у нас есть обмены возврата к сожалению нет но я считаю обмен уничтожение уничтожение с ним не потребуется другим парнем потом уничтожала выкидать потому что он будет он может начать как бы творить всякое ну видимо ну ладно ладно хорошо давать пасу пасу мы сделать еще пока не можем я можем но не стоит чёрт возьми испортивайте малину а за что мне хочется сильнее у меня есть уничтожение правда меня на с ним не поможет не нужно уничтожение с этим засранцем она бесполезно против него постануть против не но сейчас да сейчас можно постануть что он может такую карту все нужно один столбик ведь проверим что это вытягивать и козы пока ваш ставка он сам себе походу ставку повысил ну окей у него может быть 9 я 9 быть не может то есть он уже по умолчанию не не может победить у него не может стать от другой страны яси я не хочу сейчас делать ставками немножко стрёмным потому что мы можем влететь из-за этого можно обмену строить а пока обмен не особо нам поможет сложный выбор что же с ним учудить можно призвать карту попробовать но может быть что-то неудачно с ним обычно кстати не везет ну ладно рискнем пятерка упала отлично дождем его действий он пасует он пасует чё тут немножко стрёмно все-таки то есть что у него может быть давайте проанализируем карты на столе может у него быть восьмерка да и нам хана у него может быть восьмерка с другой стороны тратить козыри сейчас но это тоже такое конечно тоже не хочется тройка у нас тройку мы не можем призвать что у него еще мы у него может быть восьмерка так как он везучий хер назовем вещи своими именно он везучий хер у него может семерки шестерки пятерки быть не может девятки тоже то есть тут только 22 может быть из всех предложенных вариантов если у него 10 22 уже и все это нам как бы даже подходит не забросать щит или нет он же везучий с другой стороны щит может пригодиться с еще одной стороны это всего лишь один удар топ то есть это не страшно может быть даже стоит сэкономить да у него была восьмерка поздравляю блин скажите мне что я в данном случае лучше было поставить видимо игра такая ну евгену хватит подстрелять себя под удар пожалей у него 10 кстати я абсолютно сейчас уверен что у него 10 мы будем призывать карту а нет у него не 10 у него у него 9 ты решил мне малину чудную малину устроить давайте мы можем обмена 27 ему тогда вряд ли повезет с огромной долей вероятности обмен 27 хотя обычно вот эти твари используют по одному так еще хочет ну-ка он правда может цель 27 брать со стола и тогда нам потребуется щит и вот это уже плохо еще распас видимо у него нет уничтожения иначе вон его скину парень нет все сегодня хватит но те у меня старшие карты и старший карту тоже достал но девятка разве что ему выпадет на эту мало и кажется он проиграть сейчас и санёк тоже со мной кленси да еще одна победа это засранец он самый фото с ним мы конечно сейчас попоте у абсолютное вытягивание пока не буду баловать себя абсолютным вытягиванием немножко страшно мне страшно баловать себя таким пока что у него я боюсь сейчас пасовать у него может быть больше я боюсь пасовать два козы как вот что может 6 выпадет 6 если обменяю на девятку или на то что у него выпадет стрёмно стрёмно все это дело но мы щит можно страна у меня два щита и это это хорошо другом случае можно уничтожение бросить то есть если он там начнёт что варианты действий есть просто он какие из них правильные можно дать у дисклинарик 5 отлично ну парень чем еще познать что и не 11 значит у него меньше 13 что 8 может быть его нет не может может у него быть 7 но в принципе можем постануть по что тут ничья самый худший вариант меня он знаете устроит козырь не хочу кидать он сейчас может начать карты давайте не будем давайте не будем его напрягать потому что знаете можно так уже опасно семерка у нее тоже быть не может он по-прежнему не области тоже пасует ничья сейчас будет а мы чувству меня обманули извините я думал что мы способности банги сегодня будут работать нерабочую способности мы ванга способности еще давать еще 11 господь хочешь еще тебя мало засранится у него 11 парки не в 11 можно его немножечко надуть стали 24 но не у него пятерка чё-то вот чё он вот мне малину все портит понимаете если он кинул цель 17 значит у него 17 я уже знаю тактику этого засранца уничтожение как будет пойдет сложный выбор посмотрим все варианты просто заблокировать его атаку бессмысленно просто потеряем карту защиты уничтожение у нас много нас их три в принципе это не страшно кстати вот эта карта хороша против засранцев которые сразу забрасывают кучей козырей вот эту карту надо приберечь на кого-нибудь там злого засранца и и лучше не использовать оставить на по моему есть один хоффман который кидается кучей козырей просто тебя ну не дает по сути ничего сделать и такого засранца хорошо вот этой карты глухануть чтобы ничего не сделать если точно победу у нас если сто процентов мы побеждаем и еще кинуть вот такие два бета из его просто его завалить полностью я думаю сложно засранцев именно так и надо раскатывать этого уничтожение не вижу смысла тратить другие карты сейчас что ты предпринимешь тоже по сути у него может быть 11 парни меня это напрягает у него может быть один нам это нехорошо мы так них я так играть не будут я так играть не с другой стороны у действия тоже быть может то есть может быть под но он же брал 17 правильно значит него может быть запросить что еще одну карту двойку может не двойка будет черт будет пятерка нет пятерка не не мы проиграем если запросим карту сразу проигрыша мгновенный можно поменять на единицу и сделать запрос карта тогда опять же риск я рисковать не хочу может делать идея абсолютного тебя и можно обменять и абсолютное вытягивание но это опять же трата карт то есть здесь не только нужно вытянуть карту хорошо еще и сэкономить надо давайте может щит поставить еще тоже их 3 у нас давайте щит поставим мне кажется это самое экономное потому что гарантии нет что мы выиграем а так мы хотя бы не проиграем играем вот с ним надо аккуратно потому что он очень быстро злится идёт мы с ним аккуратно играем но он не такой опасный как обычно козыри редко кидает нужно поддаваться показывать что окей парень я на твоей стороне от как с каким-нибудь серийным убийцей нужно быть окей парень я на твоей стороне все хорошо мы делать ничего плохого с тобой не будем и просто мы просто посадим лет от окна 8 ничего больше ничего больше все будет хорошо это же не страшно мастер ну парень ты будешь злиться тоже пасует господи у него не десятка он проиграл парня да ему везет у него всегда где-то 21 то есть с этим парнем парец вот в рот власти на принципе с ним можно так медленно медленно играть обычно кстати в этом и суть моих проигрышей потому что пытаюсь быстрее победить чтобы переключиться на следующего противника в этом кстати ошибка часто бывает у него может быть 11 что дает ему 19 нравится ли нам это нет конечно же нет пятерку мы не выкинем четверка это лучший вариант которым у нас в принципе может быть давайте попробуем запросить или с к нём есть что поменять все ваши косты чайно ставят противниками тюрьмского до карту и замки козырь сбросить почему кстати интересно кстати у него не может быть у него может быть двойка может быть блин если мы обменяем то мне нужна цель 27 у него еще и бэт лежит на столе момент когда ты немножко немножко некомфортно становится звезда на у него может быть перевод что не знаю да что делать просто щитом не поможет щит только два снимет а мы получим урон скинуть карту мы не можем скинуть карту нельзя хотя и меня абсолютная нам ничем не поможет у нас два счета вообще то есть можно было бы в принципе 2 но 2 что это опять же транжирить не хочется цель 24 нам не поможет никак вообще сейчас может уничтожение тоже просто обидно тратить уничтожение и щит с другой стороны мне кажется так может быть даже лучше может выпадет потом какая карту уничтожение щит то что ну сейчас его не обыграть ника апреля мы можем сейчас запросить карту ради козырами так так проигрывали они кстати об этом подумали если у тебя переборку не может простить карту уж так были просили кучу карты постой я победил участие для козыря потратил ну так лучше так лучше откуда я вот знал что у него там за карта может быть кстати понимаете там же роддом то есть может быть система решила что там у него не скажу то семерка которая была нет пока ничего не просим ждем его реакции как я уже не злим не злим не заставляем злиться что это кстати у него там за карту три козыря так стал сам себе ставку повысил сбрасывать половину ваш козырей вытягивает пока это козырная ставка противника оптимальную карту вытягивает значит для него у него там девятка значит постойте вот до девятка у него девятка у нас оптимальная то у него 21 если у нас шанс вычесть шестерку да более чем но идеально вытягивание на это тратить мне кажется давайте абсолютно два козыря получим плюс скорее все это будет патовая ситуация опу две карты призыва тоже пасуешь парень но это было очевидно но этого лучший вариант чем понимаете чем умереть лучше так опять спасибо за карту наибольшим номером сука еще карту ну ты жадный а ты хочешь 1 дольсовой махнемся как давай махнем с тобой хочешь махнуться кстати а мы могли бы сейчас двойку призывайте сделать нет мой ключ призывать нельзя ну твою то мать ну ладно что у него может быть давайте подумаем давайте подумаем десятка может знать что 18 можно не обменялся поскорее мне кажется так выгодно в перебор загнать теперь правда нас пятерки быть не может а четверку можно призывать нет на 4 нас к сожалению тоже нет четверка может нам выпасть но это опять же риск большой и обменять ее мы не сможем сбрасывать тоже у него может быть перебор у него была пятерка к у него была пятерка получается сколько но и могло быть 10 скорее всего было завтра но он бэдки не это вот не нравится мне меня напрягает эта ситуация но записаться 24 то есть только факторов которые нужно так предвидите можно кстати абсолютно использовать но она нам не поможет вытянем на 4 то есть что дальше восьмерки у быть не может давайте то есть у него восьмерки быть не может так как она у нас и давай давайте может рискнем а кима не будем жальчить много бета в кинфе агрится что проигрывает девяточка парень ну пока хорошо идем и хорошо это первые три заряда которая пропустил это я умышленно сделал все это окупилось вполне возможно что окупилось еще окупится у нас по 9 может быть обменьшить посмотрим по что мы превратим уничтожение карта 3 плюс 2 апа козырек и 11 фокус второй фокусом кидать не будет у у у у у у у у у он себе десятки а у него двойку может быть вот кстати может быть черная магия черная карта будешь часа ли вы помните такой рекламы на счет 1 мне это не нравится из этого я скажем так боюсь я не трус конечно постой нет посоль не может быть двойка да может быть двойка единиц единицы не страшно двойка страшный скресе злой ставить мы сейчас победим это его смерть давайте финку шарки такое 24 если у него не тройка все получится у него не тройка может быть у него четверка нет не может четверка у нас а что-то другое там единица двойка ему не помогут выросли рискнем тоже пасует не он поиграл действительно неприятно ну что поделать было я немножко просчитался не знаю просто заклинил плюс 2 ух он уверен своей победе у него там шестерка я уверен абсолютно что у него сейчас там шестерка за гость идеальное вытягивание прямо сейчас потратить что-то это как и жирно мне кажется изменить от 9 на 11 как будет хороший вариант у нас там будет десяточка и мы можем рискнуть и попробовать призвать семерку и звезд у нас есть и возврат наверно наверно это хорошо с другими чуваками там обмен не особо получая девятку мне нужна тройка сейчас мне нужна тройка как ее получить идеально мы тягем крестая жадничаю не хочу его продавать может быть вот я думал другое что я бросил карту из расчета я смогу выбить что-то еще сожалению это было не так мы кстати могли бы его карта просто удалить стала парень пасану ну а что же нам делать с такой ситуацией что если возьмем девятку будет еще хуже что мне тоже не нравится мне тоже не устроит можно делать обмен под возврат последней карты его карта обнулить проигрывать проигрывать тоже и два счета тратить у нас я даже двух счетов у него может быть 10 можно приемы проиграть таком до такого маска раскладе который сейчас нет мне такая давайте сыграем у нас может выпущать 67 все может может выпало 7 отличие устроить с женю бэд зря по 1 хотела на бэд бэд обменяли как думаете у него там не на 10 у него может быть может вполне семей что еще нету не 10 может ли у него быть сейчас шесть может может нет 6 это много 5 не может быть 5 нет не может значит он победить час не может даже если он кинет нет он не кинули как на засранец получил получаем разу добил классные поджарил долго же мы с ним дровись а но это стоило того мы на пятом против при этом мы у нас помните раньше всеми буду 6 то есть у нас практически от критическая масса с этим засранцем надо бы осторожнее быть он по моему а точно это уничтожение или вам вот он не карту величек не может но я не помню что он делается этот с руками он что-то делает плохое очень плохое и на него уничтожение кастовать нужно практически все время мне он у меня он уже еще одну посмотрим на его действие что он сейчас он сейчас сбросит до вытянул счастье за это я люблю в точно сдвиг парадигмы противник терять все козыри в конце раунда есть противника ты использовал три козыря окей кстати эта карта может и два козыря удалять если играть по моему просто выживание что же на этом наверное все серия что-то и так длинное получается всем спасибо за просмотр до скорой встречи всем пока мы с вами добьем этих засранцев в следующей серии господи евген камеру рукой закрыл